В нашей программе новые подробности избиения спартаковских болельщиков в Нижнем Новгороде, предпринятого местным ОМОНом. Напомню, что инцидент имел место в субботу после матча 30-го тура чемпионата страны. Формальным поводом послужил конфликт между спартаковскими и местными болельщиками, которые, вопреки разумной норме безопасности, были посажены в соседние сектора. Ситуация разойдилась только после вмешательства руководства спартаковского клуба. В нашу редакцию продолжает поступать дополнительная информация по нижегородским событиям. По данным в неофициальном порядке, предоставленном нам транспортной милицией, Нижегородский ОМОН не позволил некоторым пострадавшим в стычке спартаковским болельщикам обратиться в местные больницы за медицинской помощью. Фанов запихивали в поезда чуть ли не силой. В результате одного болельщика, у которого были сломаны два ребра, пришлось снять с поезда во Владимире для срочной госпитализации. Его дальнейшая судьба неизвестна. Данные, я повторюсь, вполне надежные, но полученные нами по неофициальным каналам. До сегодняшнего дня вся информация поступала только со стороны потерпевшей, от болельщиков спартака и непосредственно из клуба. Сегодня нашему корреспонденту в Нижнем Новгороде Владимиру Смирнову удалось получить комментарий от официального лица, представляющего нижегородскую милицию. Мы не будем комментировать слова заместителя начальника УВД Нижегородской области Сергея Кучерука. Не будем из уважения, ведь обычно правоохранительные органы сворачиваются в клубок и наоборот замолкают в случае каких-то неясностей. Попутно сделаем уточнение. Во вчерашней передаче было сказано, что ответственным за обеспечение порядка на стадионе был майор Чайка. Выяснилось, что господин Чайка не майор, а подполковник. После окончания матча Спартак Москва и локомотив Нижний Новгород, большая группа болельщиков московского Спартака, нарушая общественный порядок, взломала ворота северной трибуны и выкрикивая лозунги поддержку Спартака, оттеснив часть болельщиков команды локомотива Нижний Новгород, двинулась к месту расположения футбольных команд. Это создавало реальную угрозу нарушения общественного порядка, организации работы администрации стадиона и тренерского состава команд и самих игроков. Поэтому сотрудниками милиции, руководителями секторов, они были предупреждены о необходимости прекратить противоправное действие, чего сделано не было. В соответствии со статьей 13 закона о милиции, в этой ситуации сотрудники милиции вынуждены были применить физическую силу, в том числе использование резиновых палок. После чего был наведен соответствующий порядок. Все болельщики Спартака организовано были препровождены автобусом и на железнодорожный вокзал для их отправки в город Москву. Работники ОМОНа действовали в рамках закона? Безусловно. Работники милиции действовали четко и в рамках закона, который предупредляет их деятельность. Уверен в том, что те болельщики Спартака, которые объективно оценивают эту ситуацию, вполне объективно и оценили, и реально оценили, и правильно оценили работу и действия сотрудников милиции по обеспечению общественного порядка. Каких-либо жалоб со стороны болельщиков Спартака после окончания матча и во время пребывания их здесь, в Нижнем Новгороде, в органы внутренних дел не поступило. Мы уже сообщали, что Олег Романцев направил письмо генеральному прокурору России Юрию Скуратову. Сегодня мы располагаем полным текстом послание. Руководство футбольного клуба «Спартак», пишет Романцев, вынуждено обратиться к вам с просьбой разобраться и принять меры по фактам бесчинства и жестокости, проявленным к болельщикам на матче «Локомотив» Нижнего город «Спартак». В частности, сотрудниками милиции было сбит несовершеннолетний болельщик, о чем свидетельствует видеоматериал, уже дважды представленный в эфире программой «Футбольный клуб НТВ». Поменая о том, что подобный инцидент уже имел место весной в Ногинске, Романцев заканчивает свое письмо требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности всех виновных лиц. Конец цитаты. Объективно говоря, наверняка прямое обращение к генеральному прокурору не является единственным возможным способом добиться правды. «Спартаковское руководство стремится вызвать общественный резонанс вокруг Нижегородского инцидента». Делается это, видимо, за тем, что у «Спартака» остались три напряженные игры на самом финише. Если все пойдет по нарастающей, то можно ожидать и более серьезных инцидентов на трибунах. Надо полагать, что в этом должны быть заинтересованы также и Российский футбольный союз и Лига, как и организации, проводящие чемпионат и отвечающие за футбол в стране. И странно, что руководители этих структур пока никак не сформулировали своего отношения к случившемуся. Мы продолжаем поиск того самого несовершеннолетнего болельщика, который был снят Нижегородским телевидением в момент избегения ОМОНовцами. Молодой человек, мы просим вас позвонить в удобное для вас время в редакцию футбольного клуба или в приемную «Спартака» по телефону 208-8736. Повторяю, 208-8736. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова